Субтитры сделал DimaTorzok Заканчивается. Привет, привет, привет. Привет, зайчики. Вся лента пестрит героями войны. Сегодня у нас летали самолеты, а мы... Всё, что я думаю по поводу этого праздника, я сказала в Телеграме. А мы продолжаем. Что скрывают шедевры? Это гораздо более интересно, чем... Мне, кстати, написали, что это будет стоить 50 миллионов рублей. Вот сегодняшнее праздновство будет стоить 500 миллионов рублей. Я не знаю, правда это или нет, но... Мне кажется, есть гораздо более полезные вещи, куда можно потратить. Пьем магний для нервов. Не помогает. Итак, сегодня мои любимые котёта. Терракотовая армия первого императора династии Цинь. Я, если честно, голова болит, вот, кожа, потому что у меня, вот я вот заделываю каким-нибудь хвост или ещё же это, и потом вот болит прям кожа. И вот, а почему ты не знаешь, что делать? Терракота... Я просто старалась вот не прочитать это... Так, сейчас я так сделаю чуть-чуть. Не прочитать про терракот в армию, потому что, ну, лично мне очень интересно. А ещё сегодня нашла фотки, где у меня такие волосы длинные. Вот. Думаю, может, зря я их обрезала. Итак, поехали. А вы знаете, да, что прикол этой армии, вот этой вот, что у них у всех разные лица, то есть они не одинаковые. Это вам не клоны. Где-нибудь есть ли... Во! Это я не знаю, что. А вот это вот я знаю, что. Так, вот у них, у них прям... Так, сейчас, сейчас, вот так. У них разные лица. Это очень круто. Итак, удивительно, детально проработанная... Здрасте. Удивительно детально проработанная и многоликая армия императора по всем фронтам атакует наше понимание художественного мастерства. К этой работе нужно присмотреться и прислушаться очень внимательно. Мы согласны. Нам еще вот это с помощью пиковой дамы их оживить и все. Ир, а ты не смотрела? Люк, я твой отец. Скажи-ка, пожалуйста, ты смотрела «Звездные войны» или опять мне глаза закатывать? Там тоже была армия клонов. В рассказе «Главное не голос, говорящего, а ухо слушающего» заметил однажды живший в 20 веке итальянский писатель Итала Кальявина. «Ученые, исследовавшие один из самых странных масштабных художественных проектов в истории человечества, пришли к такому же выводу. Чтобы в полной мере оценить достижения китайских скульпторов, создавших в 3 веке до нашей эры тысячи глиняных статуй, образующих таракот в армии, нужно сосредоточить внимание на их ушах». А, что с их ушами? Уши как уши. Ну, они, да, они немножко не в правильном месте находятся. Так, сейчас, вот так. Так. Заказ голова и сильнее. Да я и так свободно закалываю, Ира. Мне кажется, что просто волосики не туда могут. Привет, Маша, мы про таракот в армию. Ты, это, еще ничего не пропустила, но сказали, что какое-то дело в их ушах. Ты увидела их уши? Все увидели? Смотрите, я вам как человек, который с высшим художественным образованием говорю, что ухо... Я сейчас вас не вижу. Ну, точнее, я себя не вижу. Я почему-то не увидела, как... Марин, я не увидела, как ты присоединилась. Я увидела только от тебя привет. Ты тайно присоединилась? Ухо, смотрите, оно вот так вот идет, и оно сюда впродолжение. Вот отсюда должно начинаться. Увидели? Ну, то есть, тут как бы три линии, полосочки бровки, носик. Вот, и три части одинаковые, ну, тела идут. А у них они немножко не там. Как-то эти ушки. Ну, ладно. Ну, в целом, мне кажется, да, для 2010 года до нашей эры. Это не ужасно, да, ведь? Итак, нужно сосредоточить внимание на их ушах. В 1974 году недалеко от города Сиань в северо-западном Китае когда-то была отправная точка легендарного шелкового пути. А, глаза закатывай, говорю. А, закатывай. Короче, ты не смотрела нифига «Звездные войны», да? Ну, ничего. Ничего-ничего. Посмотрим. Мы с тобой когда поедем в путешествие по Америке, а я верю в то, что мы поедем. У людей с синдромом даун, да, кончик ушей выше. Прикольно. У них еще язык, а не засовывается. Я никогда не видела что-то уши, хотя я была в детских домах, где прям вот группами дети с синдромом даун, то есть прям детский дом посвящен даунятам. Я никогда не обращала на их внимание уши, представляешь? Красивая какая. Конечно, а что уж фильтры-то наложил, и вообще огонь. Итак, поехали. Вбив лопату в плодородную почву, один из них наткнулся на что-то твердое. Наклонившись, чтобы смахнуть с находки землю, он с изумением встретился взглядом с глиняной головой в натуральную величину. На него смотрели окаменевшие глаза, не видевшие дневного света более 22 веков. По ушам можно увидеть? Ну, да по ним и так видно. Короче, поехали. По деткам, ну, по ним же и так очень сильно видно. Привет-привет. Это генетика обусловлена. Там же что-то прям нарушается какая-то чуть-чуть. Да, тяжелые детки от них прям отказываются-отказываются. Очень много отказываются от даунят. То есть прям вообще. Но я вам скажу, что для меня это очень странно, но врачи на четвертом, пятом и даже на шестом месяце, когда это сейчас это обнаруживается патология, то есть они не говорят, что будет ребенок с эндоромом дауна, но они говорят о том, что будет что-то не так с вашим ребенком и предлагают на этом сроке сделать аборт. Это уже не аборт, а там типа вызывают беременность и вызывают роды. И, короче, по мне так это жесть. И мне кажется, нельзя такое предлагать. Потому что, ну, сколько раз врачи ошибались. Я знаю, например, мальчика, который сказал, что с ним надо делать аборт. Родители, разумеется, не сделали. А он родился, и он не ходил. И они долго-долго его лечили, и он в 13 лет пошел. То есть все, с ним все в порядке. То есть сейчас это абсолютно полноценный человек. А врачи говорили, надо делать аборт. Да, они намучились, но, мне кажется, оно толстой. Ну, вот. Та-та-та-та. Прибывшая на место команда археологов обнаружила нечто поразительное. Ряды широких подземных ям, а в них семь с лишним тысяч терракотовых пахотинцев, воинов, пощих, всадников, лучников. Солдаты стояли в боевом строю, будто бы ожидая войны. Еще разочек показываю. Красоту эту стоятку гусята ждут, когда мы их призовем к уборке. Дальнейшие исследования показали, что окаменевшая армия охраняла место погребения Цинь-Шуханди, основателя династии Цинь, который в 38 лет стал первым оператором Китая. Считать, что строить город мертвых мертвых начали в 246 году до н.э., когда правителю было всего 13. При жизни ему ставили в заслугу расширение государства. Он объединил семь воюющих царств, а также обширные экономические и социальные реформы, в том числе завершение эпохи феодализма. Да, искусственные роды, это мне предлагали. Да, кстати, точно, ты же, тебя же тоже предлагали. А тебе что сказали, что с ней что-то не то, да? А с ней вообще все то. То есть у тебя вообще никакой патологии не было. Ой, это жесть, конечно, это очень страшно. Слушайте, я сегодня, знаете, что читала? Читала лекция, сегодня была про этих... Про людей, как, короче, арт-терапия. Так, где мой красивый фильтр? Ну-ка, быстро стала красивой. Отлично. Про людей, которые... Хосписы, где раковые больные, от которых отказались уже врачи. То есть сказали, все, как бы доживайте. И как там арт-терапия работает. И серьезно, я шла по улице и слушала эту лекцию. И вот у меня, да, такое черствое сердце. И я хожу и к детям, и которые умирают, и там все-все-все. И мне, ну, я не плачу в моменте, нормально мне. А тут я прям шла, и я понимала, что у меня слезы. Вот я вот так держу вверх голову, потому что у меня слезы прям собирались течь. Был порог развития легкой. Сделали операцию, сейчас все окей. Слава богу, слушай. Вообще. Но оно, конечно, стоит того, чтобы сделать операцию. Как вот можно было? Меня пугает это. Меня это пугает. Я, кстати, знаю, что есть какой-то доктор, который несколько раз уже так делал. Он делает, в общем, он делает кесарево. На сроках там вот маленьких еще делает кесарево. Ну, точнее, разрезает живот, достает ребенка, делает ему операцию и засовывает обратно ребенка. И они дальше, ну, как бы, донашиваются. Ну, естественно, потом происходит опять кесарево у мамы. Но суть в том, что вот такое даже делают. А тут предлагают родить, хотя, ну, как бы, непонятно, что с человеком-то там внутри. Так, они боялись, что не только один порог развития плода будет. И что будет... Слушай, знаешь, что? Мне кажется, это плохая идея из-за их тупых страхов убивать человека. Потому что, ну, как бы, 4 месяца это уже... Живот растет, уже нет. Мне кажется, такая маленькая у тебя сразу живот было видно. Ужас. Это ужас. Ужас. Так. Он начал строить... Это про этого императора. Он начал строить оборонительный рубеж, который впоследствии станет великой китайской стеной. Теперь мы знаем, что на загробную жизнь у императора тоже были большие планы. Как я думаю, как хорошо, что врачи ошибаются в таких случаях, да? А прикинь вот так. Вот, представляешь, мне кажется, морально бы ты не смогла жить, если бы сделала. Ну, как это так-то вообще? Да, ведь? Я бы не смогла. Думаю, ну, окей. Сейчас уже столько всего, да? Ну, как бы... Зачем нам прогресс, если мы не можем порешать вопрос с пороком легкого? Ну, вот, слава богу, что порешали. Учитесь диагностировать, да? Но врачи... Ну, врачи не ошиблись намного. Ну, в смысле, вот они тебе сказали, что будет порок легкого. Но это же решаемый вопрос. Смотри, у тебя все же в порядке сейчас у точки. Страшно это, страшно. Цинь Шихуанди не хотел мириться с неизбежностью смерти и решил заполучить эликсир жизни. Для этого он созывал в свои многочисленные дворцы, говорят, их было более двух сотен, мудрецов-отшельников и алхимиков. Они не могли придумать действенный рецепт, если они не могли придумать действенный рецепт, их казнили. Убежденный, что драгоценная жидкость существует, император отправлял в экспедиции сотни мужчин и женщин на отдаленные острова, где, согласно преданиям, был скрыт секрет зелья. Путешественники не возвращались, пока сын отчаянно пытался избежать встречи со смертью. Сотни тысяч ремесленников по его приказу готовились к битве в загробном мире, на случай, если все же она состоится. У Цинь Ши Хуанди был запасной план. После физической кончины выглавами бессмертной армии вступил бы в сватку с силами смерти. Для успеха стала отчаянной кампанией, нужно было собрать устрашающее воинство. Одержимость оператора запечаталась в вылепленных из глины отрядах подобных, которым человечество не только не видело, но и представить себе не могло. Кроме воинов всех мыслимых разновидностей, забытые теперь ремесленники вылепили керамических акробатов, музыкантов и силачей, чтобы императору было не скучно во время загробной битвы. Столкнувшись с таким поразительным зрелищем, Дорогой дворной армии в Азарея первого императора, Амазонское поле, Фромин инсталляторы, 4 до 40 кадров, Дорогой дворной пехотинцы. Классные. Тут, короче, это маленькая инсталляция, они маленькие, вот это вот, это они крошечные, это просто инсталляция другого художника. Видите, они такие, как эти призраки. А вот эти огромные, в человеческий рост. Блин, блин, блин. Блик. Во. Классно, да? И вот она, они уши. То есть здесь зацепка, это уши. Поехали дальше узнавать, что там с ушами. Так. Столкнувшись с таким поразительным зрелищем, глаз ищет зацепку, то, чем стоило бы восхититься в первую очередь, пытаясь понять, как мастерам прошлого удалось создать такое колоссальное воинство. Ученые и просто восхищенные зрители давно предполагали, что скульптуры делались, скульптуры делались на сборочной линии из взаимозаменяемых деталей, как манекены на витрине универмага. Тем не менее, в 2014 году археологи из Лондонского университета пришли к примечательному выводу, после которого завеса тайны Таракотовой армии сгустилась еще больше. Да, так они для загробной жизни императора. Они намного больше, я видел. Где? Нет, это, которые маленькие, это вообще просто, это не они, это такая инсталляция, а они, вот, они как обычные, большие люди. Или ты имеешь в виду, что они даже больше, чем обычные люди? Здесь что-то не написано. Типа они выше, да, чем обычные маленькие китайцы? Так. Тарат это там. Чтобы определить, сколько шаблонов использовалось для сборки 7000 скульптур, ученые с помощью сложной технологии просканировали, сравнили уши всех глиняных фигур. Однако совпадение обнаружено не было. Во всей армии не нашлось двух пар одинаковых ушей. Их форма и очертания столь же разнообразна, как если бы войска состояла из реальных людей. У живых существ форма ушей не менее индивидуальна, чем отпечатки пальцев. Та-та-та-та-та. А не люди ли там внутри были? Выше точно, чем китайцы или чем нормальные люди? Ну, типа, чем мы или чем китайцы? Отсутствие повторов формы ушей заставляет предположить что сами скульптуры не болванчики из готовых деталей и не безличные куклы. Это не продукт массового производства и даже не абстрактные симуляты хрупкой и крушечной армии, созданной британским скульптором Энтони Громли спустя более чем два тысячелетия в рамках проекта Амазонское поле. Ну, вот это вот то, что я вам показывала, как это... Это, наверное, мумия. Ну, мумия, во-первых, не так выглядит. Говорит, мумия, она же за этого, ну... забинтована, а они... Ну, смотри, они не могли их так сильно... Ну, так четко... Так четко... То есть, если бы их заливали там, я не знаю, как-то условно, но непонятно. А, блин, они разбили хоть одну? Посмотрели там, что внутри? Ну, они вот здесь разбитые есть. Там показывается, что внутри песок на разбитых. Вроде ничего. Судя по ошеломляющему разнообразию, статуи либо представляют собой тщательные копии живых людей, либо свидетельствуют о невероятном усердии и внимании к величайшим деталям выдуманных образов. Чем бы ни была таракотовая армия, окаменевшими духами давно умерших и забытых людей или пыльными тенями людей воображаемых и никогда не существовавших, она по-прежнему молчаливо стоит на страже границ двух миров. Заживо залегали глиной. Нет, это не мумия, да, чем мы... Так, нет, так, еще раз, если заживо зал... Слушай, если бы заживо заливали глиной, у них было бы выражение лица неспокойное, однозначно. Ну, у меня было бы неспокойное выражение лица, если бы меня заливали глиной. И как потом? Вот типа залили человека глиной. Как-то себе это... Она же стекает как-то или что? Просто тут все так клево, даже бровки прорисованы. Короче, непонятно. Но внутри там кажется, что песок, кажется, что нет никаких костей. Кости бы нашли, нет. Сколько пере... Ир! Сколько пере... Это... Кости превращается в прах. За какое время? Если мамонтов находят. Хотя в земле. А если в глине мамонты, сколько бы смогли. Просто я к тому, что, может быть, кости развалились, и поэтому они большие, потому что делали больше, чем положено. Но здесь однозначность работы, потому что у них клепочки такие. В общем, очень классно, да, про терракотовую армию. Ту-ру-ту-ту-ту. Все. Сегодня одно прочитали, завтра другое будем читать. Мы с вами молодцы. Это статуи умерших людей. Статуи, которые с них просто... Ну, как бы... Как сказать? Свояли или они использовали трупы умерших людей? Вот основной вопрос. Были ли там трупы? В этой армии нет? Ну-ка, быстро отвечайте. Ой, прикольно вообще. Ту-ру-ту-ту-ту. Ну, ну, ну. Отвечайте. А, свояли. Ну, короче. Может быть, тут вот написано же, типа, или армию терпели и не орали. Я не думаю, что там они... Просто если они большие, вряд ли это настоящие люди. Людей так тяжело освоять. Длинная бить. Короче. Классная армия, да? Представляете, такое вот тут... Смотрели Гарри Поттера? Помните, когда у них была война в конце? А не это. Она там оживила кучу статуй. Мак-Гонагал. И они пошли такие... Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот. Всех спасать. Может, эти тоже в какой-то момент. Прибежит Мак-Гонагал. Оживит их. Мулан прибежит. Это же Китай. Прибежит Мулан. И скажет. Так, ребятушки, собрались. Побежали. И они соберутся и побегут. Чего-нибудь спасут. Вот. Целую, обнимаю. Рада была вас видеть, слышать. Я, кстати, знаете, что смотрю? Отчаянных домохозяек на английском. Очень интересный сериал, оказывается. И достаточно понятный. Вот. Тоже рекомендую. Друзья понятные. Еще хочу смотреть Теорию большого взрыва. Потому что я их так сильно люблю. Ну, я уже ее наизусть знаю. На английском тоже знаю. Вот. Все. Кис-кис-кис. Мяу. Кис-кис-кис. Кис-кис. Кис-кис-кис. Кис-кис. Продолжение следует...